жил очень богатый и тщеславный человек был он так богат что начал скучать и однажды со скуки решил стать меценатом а благодетельствовал уже всех но все еще никак не мог насытить свое тщеславие и как только узнавал что кто-то пожертвовал некую сумму денег на благое дело то тут же мчался туда чтобы дать больше но не из желания помочь нуждающимся а чтобы о нем говорили чтобы его хвалили чтобы его запомнили и однажды он вдруг задумался о душе и придет же такое в голову и решил пожертвовать кругленькую сумму на восстанавливающийся монастырь ранним майским утром он сел с охраной в машину и поехал совсем уже было добрался да вот незадача дорога была закрыта на ремонт взял он кейс с деньгами и пошел пешком свита на расстоянии впереди и позади охраняет значит всего-то пройти квартальчик и за углом откроются вожделенные врата вот уже и купола храмов видны в голове мелькают картины как его все хвалят восхищаются поют ему хвалебные песни и вот незадача пылу самолюбование не смотрел он под ноги и банально подскользнулся на банановой кожуре результат тяжелейший перелом ноги и больничная койка боль нестерпимая несколько сложнейших операций врачи только руками разводят вот лежит он и хулит бога такой-сякой нет тебя я хотел дело большое сделать а ты не мог корпус дороги убрать ну и все в таком духе надо добавить что лежал в очень дорогой больнице где было два супер современных оборудования для лечения переломов подобных тому что было и у него и вот к нему подселяют соседа старичок божий одуванчик какого-то шишки влиятельного папа дедушка из самых что не есть простых людей ходил по грибы провалился в яму и сломал ногу а сынок его в эту клинику и определил вот лежат они вместе старичок скромный разговор не начинает навязываться салобыть не хочет а богат наш злится что палату с кем-то делить приходится и тоже беседу не заводит да и гости к старичку странные какие-то приходят понемногу да говорят о чем-то тихо тихо любопытно да и скучно уж который месяц на растяжке маяться вот они и начали мало-помалу общаться сначала меценат все о себе да о себе рассказывал а старичок не нет да и слова вставит а слово такое что думает над ним бизнесмен потом долго и так получилось что через какое-то время уже сам богач стал старичка вопросами засыпать ну прилип просто а дедушка тот архимандритом оказался из того самого монастыря куда наш богач миллион нес к выписке изменился наш меценат необыкновенно пересмотрел всю жизнь свою все что делал как жил что думал и деньги в монастырь тихонечко передал только архимандрит один и знал от кого они и обещал после выписки приехать монастырь на говение и совсем не знал он что тогда под свежей зеленью лип поджидал его за углом матерый налетчик все было продумано до мелочей и якобы ремонт дороги и способы обезвредить охрану и машина на готове меценату пулю в лоб деньги под мышку и прощай столица было продумано все кроме банановой кожуры людмила позвонила совсем не вовремя марина готовилась к предстоящей через три дня беседе с руководителем одного из департаментов столичного правительства от этой встречи зависело будущее организации где она работала заместителем генерального директора и была ведущим специалистом генеральный доверял ей полностью и поэтому со спокойным сердцем отбыл на отдых в лондон уверенный что с порученным делом марина справится лучше чем он сам услышал в трубке бодрый голос подруги марина сразу же подумала что еще одна проблема сейчас упадет ей на голову она не ошиблась людмила тоном не терпящим никаких отговорок провещала едем обсково-печерский монастырь отъезд сегодня в 22.30 утром служба потом обед экскурсия в пещеры и храмы возвращаемся завтра ночью встречаемся в 22.00 у метро пока ошарашена этим сообщением и возмущенная марина набрала номер телефона подруги заранее зная что она не ответит послушала с полминуты длинные гудки положила трубку на аппарат и продолжала готовить материалы времени до отъезда было достаточно можно еще поработать потом заехать домой переодеться в подобающую одежду и предупредить детей и мужа о поездке она мысленно ругала людмилу но и рада была тому что то иногда просто заставляет ее встряхнуться забыть о делах и уехать куда-нибудь на денек монастырь поразил величием покоя и чистотой службу утреннюю они слушали сквозь дремоту полуха зато завтракали с удовольствием старенький батюшка в окружении большой толпы быстро двигался им навстречу что-то отвечая сопровождавшим его паломникам пещеры посмотреть не удалось по каким-то причинам туда не пускали осмотрели лишь расположены на высоком холме михайловский собор прошлись по ухоженной монастырской территории потом решили погулять сами без экскурсовода отделились от группы и увидели такую картину старенький батюшка в окружении большой толпы быстро двигался им навстречу что-то отвечая сопровождавшим его паломником вдруг он резко осмотрелся как бы кого-то хотел найти и остановившись рядом с подругами обратился к марине ты милая молись и жди одарит господь бог подарком дорогим и нежданным совсем неожиданно одарит и посмотрел взглядом добрым и участливым а потом строго добавил не отвергни только дар этот и с благодарностью прими а теперь ступай быстро осенил ее крестным знамением также резко и стремительно развернулся и продолжил путь стоявшая рядом пожилая женщина с благополепием и восторгом сказала радуйся косатушка сам батюшка иоанн тебя отметил перекрестилась и низко поклонилась вслед удаляющемуся столпой батюшки подруга с сарказмом заметила но вот видишь не зря ехали в такую даль какой-то батюшка иоанн и дар тебе пообещал в москву приедем может у мэрию на работу пригласят неожиданно ты уж не отказывайся глядишь и меня пристроишь пошли к выходу насмотрелись благодати пора и за дела да и курить очень хочется подруги вышли за ворота святой обители достали сигареты марина щелкнула зажигалкой огонь не высекался людмила порылась сумки достала свою зажигалку результат был тот же недоуменно пожал плечами они убрали сигареты и направились к автобусу в дороге все быстро затихли уснули мирно и спокойно посапывала на маринином плече людмила марине не спалось было как-то неспокойно и тревожно и поездка это не запланированная и спонтанная и этот неизвестно откуда взявшийся батюшка иоанн с бессмысленными предсказаниями не верила всему этому марина и пыталась отогнать от себя и тревожные мысли и образ встретившегося священника наконец усталость взяла свое и она незаметно уснула по прибытии домой в себе перемен особых не ощутила лишь на третий день с удивлением заметила что ни разу не доставала пачку сигарет и не пыталась закурить обескураженная позвонила подруге и поделилась с ней своим неожиданным открытием людмила засмеялась и посоветовала выбросить дурь из головы покурить и заняться делами марина последовала совету подруги лишь отчасти курить не стала делами занялась благо их накопилось достаточно много дни летели быстро ответственная работа муж дети поглощали все время за делами да за хлопотами марина быстро позабыла и о поездке псково-печерский монастырь и о мимолетной встрече с батюшкой иоанном а вспомнила о ней опять же неожиданно и совсем случайно в кабинет вошла не молодая женщина немножко странноватого вида одетая так будто пришла в храм они в официальное учреждение и сложила свою просьбу и не ожидая решения по ней продолжилась воодушевлением говорить о каком-то батюшке иоанне которому она ездила уже четвертый раз и по совету которого пришла в эту организацию марина вежливо слушала посетительницу пытаясь деликатно остановить поток ее красноречия так как пришло время идти на совещание к руководителю неожиданно он сам вошел в кабинет и сразу же удивленно обратился к посетительнице рима а ты что у нас делаешь ой батюшки толя вот так встреча бывает же такое я по совету батюшки иоанна пришла сюда со своей проблемой а тут ты как будто и тебя он сюда направил проблема именно была тут же решена а марина из восторженной беседы руководителя с его давней приятельницы и сокурсницей наконец-то узнала к своему великому стыду о знаменитом отце иоанне крестьянки не случайно или совсем не случайно встретившимся ею псково-печерском монастыре с римой они быстро подружились вместе стали ходить в храм подолгу и с интересом обсуждали прочитанные книги и наставления святых отцов вот только еще раз съездить и повидаться с отцом иоанна никак не получалось зимой сыновья ездили в гости к бабушке марининой свекрови и привезли ее москву бабушку мучили приступы сильных головных болей врачи лекарства не помогали старушка страдала и вечерами тихонько плакала в один из таких моментов и застала ее невестка она бережно уложила бабушку на диван и стала осторожно гладить руками по голове про себя читая все молитвы которые знала наизусть к ее удивлению свекров крепко заснула а через час проснулась бодро и радостной процедуры решили повторить и на следующий день и в последующие через десять дней бабушка о кошмарах этих забыла и поблагодарил бога и невестку засобиралась домой пораженная неожиданно открывшимися способностями марина испробовала их на других своих родственниках результаты были положительные больным становилось легче болезни отступали близкие подруги на маринан рассказ отреагировали по-разному людмила восхищенно выдала видно не зря ты подруга в церковь зачастила надо же прав оказался тот батюшка из монастыря вот и дар тебе бог послал пользуйся на радость себе и людям клинику с тобой откроем я буду деньги собирать а ты народ лечить рима же с опаской и пугом сказала ой марина осторожно к этому отнестись до надо дарта и это конечно хорошо но что-то тревожно мне за тебя батюшку иоанна спросить бы не мешало батюшку не спросили рима срочно улетела в хабаровск к сыну невестку положили в больницу и потребовалась помощь матери а марина с батюшкой иоанном лично знакома не было клинику марина не открыла но людям обращающимся за помощью не отказывала денег за лечение не брала мудро и твердо решив если господь даровал это значит для чего-то она необходимо жизнь продолжалась все было хорошо на работе почет и уважение дома порядок и благополучие дети успешны востребованы и ждут прибавления в своих семьях прошло несколько лет на свой день рождения марина собрала всех родных и близких людей говорили тосты хвалили именинницу восхищались и успехами искренне радовались за нее марина мысленно благодарила господа бога за детей за друзей за то что даровал есть счастье великое любить и быть любимой она с обожанием смотрела на мужа верную сильную опору свою утром как обычно решила приготовить кофе от его запаха прежде приятного марину замутила на работе когда помощница предложила чашечку кофе все повторилось началось невыносимое практически каждый второй запах вызывал отвращение и тошноту опытный терапевт поликлинике покачал головой и направил марину к специалисту который поставил точный диагноз вы дорогая моя беременны а состояние ваше называется токсикозом вот направление на аборт он протянул марине белую бумажку жирной печатью почему-то она печать это врезалась марину память она смотрела на нее с каким-то ужасом в голове все застыло и отупела она не слышала врача только видела его шевелящиеся губы рассерженное раздраженное лицо наконец слух вернулся к ней она начала понимать смысл услышанного на сорок шестом году дорогая моя не рожают а внуков нянчат внуки есть ждем машинально ответила марина взяла из рук доктора страшную бумажку и вышла из кабинета домой она ехала как в тумане мысли не выстраивались решение не приходило разум не включался муж с тревогой глазах встретил ее помог раздеться усадил за стол поставил чашку горячего крепкого чая сел напротив и готовился слушать глотая чай вместе со слезами она подробно рассказала о визите в поликлинику и с надеждой посмотрела на мужа уж он-то поймет и поддержит и если скажет что надо рожать она с облегчением разорвет мерзкую бумажку и выбросит в мусор муж повел повел себя совсем не так как она ожидала первый раз в жизни она увидела что он испугался и испугался не ответственности за зародившиеся чудо а реакции окружающих он не кричал он шипел не вздумай ничего говорить детям у нас невестки вот-вот родят а тут сюрприз беременная бабушка стыд а что на работе твоей скажут немедленно иди на аборт с этими словами он оделся хлопнул дверью и ушел вернулся через час пьяный рима еще не вернулась от сына людмила была также категорично как и муж старенький батюшка служивший в храме куда ходила марина участливо но строго наставлял господь знает сам матушка моя когда нас поощрить а когда и поучить за веру твою и за дела добрые награду тебе дал на мужа не серчай муж семье гай хозяин моли бога о нем смягчится он и поддержит тебя родишь и утешение вам в старости будет так-то матушка моя две последующие ночи марина не спала она даже молиться забывала мысли терзали и трепетали и и душу трепали сердце болело и ныло одним беспрестанно звонила людмила ругала сигнала ее больницу ничего вокруг не изменилось ярко светило солнце но марина чувствовала что светит она не ей на третий день верная подруга ждала ее у операционной марина появилась как тень бледная и отрешенная они вышли на улицу все так же шумела москва ехали машины сновали пешеходы ничего вокруг не изменилось ярко светило солнце но марина чувствовала что светит она не ей и даже дома годовал и ванька сын племянницы встретивший бабушку не улыбнулся и не бросился как всегда навстречу оскорбно и тревожно замер посреди прихожей она погладила ребенка по голове и прошла к себе в комнату муж крепко спал поверх покрывала даже не сняв верхнюю одежду мир в миг потускнел все переменилось муж из надежной а из надежной опоры превратился в трясущегося алкоголика начались интриги на работе и в конце концов с работы пришлось уйти круг друзей и добрых знакомых резко сузился борьба за мужа и поиск достойной ее квалификации работы отнимали много сил и здоровья марина как и прежде усердно молилась регулярно ходила в церковь подолгу стояла на коленях перед образами но на душе не светлела частые боли в области сердца беспокоили ее но тревоги не вызывали пока однажды при очередном сильном приступе дети не вызвали ни отложку женщина врач осмотрел прослушив марину посоветовала ей немедленно обратиться к онкологу она не сдавалась спокойно и настойчиво боролась болезнью тяжелая операция привела лишь к временной передышке вскоре болезнь вернулась она понимала что уходит и просила пригласить священника пришел тот же старенький батюшка которому она ходила последние пять лет на службы и на исповеди она долго и подробно рассказывала ему про свою жизнь стараясь ничего не пропустить почти слово в слово передала давнюю случайную встречу с отцом иоанном и все последующие события когда закончила говорить глаза старого священника были полны слез и искренней скорби перед тем как произнести слова молитвы он сокрушенно сказал эх матушка моя не послушалась ты праведника отца иоанна истинный дар божий отвергла не разглядела пересудов испугалась ну да что теперь говорить бог милости умолись матушка моя и я за тебя помолюсь сын проводил священника до машины уехал по своим делам квартире осталась людмила она тихонько заглянула в комнату марина крепко спала людмила вернулась кухню включила чайник и тут же ринулась обратно из комнаты доносились громкие рыдания немного успокоившись марина часто всхлипывая рассказывала что во сне видела свою зародившуюся и убитую по ее материнской воле дочку белокурая девочка с белым бантиком тянула к ней ручки и жалобно звала мамочка мне очень страшно я хочу к тебе марина бросилась к ней она бежала спотыкалась падала снова бежала казалось что вот сейчас достанет ее схватит прижмет к себе согреет отдаст все свое тепло зацелует заполнит любовью но в самый последний момент девочка отдалялась и снова с глазами полными страха и мольбы тянула к ней тонкие ручки и звала ее свою самую лучшую и милую маму приди возьми согрей и спаси умерла марина на рассвете следующего дня источник не случайные случайности новые истории о промысле божьем